Девушки отдыхают В списку похожести добавится еще кое-что Мне уже начинает казаться, что господа ответственные за развитие этого проекта Специально стараются как можно сильнее походить на детища Wargaming Например, на видеоканалах, посвященных World of Tanks На официальном канале Wargaming Еще на Wargaming TV, по-моему, он называется Выходит некоторое количество супер непопулярных шоу Которые ведут две, по-моему, девушки Но боюсь ошибаться, потому что я не смотрел вообще почти что никогда и ничего из этого В общем, на основном официальном канале про акции И еще вроде что-то рассказывает Ольга Сергеевна Близкий родственник одного из разработчиков Надо же, какая неожиданность И на втором канале Wargaming TV Ведет передачку «Пока все в танке» К сожалению, не знаю, как ее зовут Но тоже какая-то мадам Понятно, что Armored Warfare тоже игра, которую они пальцем делали И они тоже хотят выпускать свои передачки и различные видосики И поэтому они ищут себе тоже ведущую Но почему не мужика? Ведь реально, только мужик может объяснить что-то так Чтобы поняли даже самые последние дебилы На максимальных оборотах Хуяк вошел в окоп и стоишь, блядь Базово встало, блядь К финишу уже подходит, блядь В рубежу прекращения У тебя уже задняя скорость включена Как ты только, блядь, встал, нахуй А не то, что она упала Ты начинаешь дрочилкать, блядь Выключать скорость, блядь Завить на педаль, блядь Красный охот и едешь, нахуй Заводи машину Но очевидно, что Mail.ru не хочет, чтобы их передачки вел какой-нибудь мужик Желательно военный Желательно, чтобы в форме Чтоб, сука, ёбаный по-русски говорил этим ёбаным филимоном Как-то ездить и как играть Ну и попутно рассказывал новости Они, как и Wargaming, хотят тоже себе Девочку няшную, чтобы она там Мур-мур-мур, вот наши новости Мял-мял-мял, вот наше обновление Там ещё что-нибудь вести, не знаю Вот, и на официальном сайте, собственно, проходит Голосование, где на всех кандидатах Можно посмотреть, полюбоваться По ещё чего-нибудь Кандидатах там ровно пять штучек Хотя было, на кастинг приходило Говорят намного-намного больше В комментах уже пишут, а почему именно эти пятер А почему вот не из тех десяти Там, или там вот, ну, как бы Не дать больше вариантов для выбора Ну, не знаю На эту тему ничего говорить не буду Как не буду, собственно, и голосовать И смотреть эти Их новости, ну, я просто никогда Новости проектов не смотрю От, из официальных, по крайней мере Источников, вот, но вы можете Пройти и посмотреть видео Презентации каждой из участников Которая вам там расскажет, как сильно она Хочет вести новости про танки Ведь, блядь, мечта любой женщины Вести новости про игру Ещё и про танки Ну, женщины и танки Они идут по жизни бок о бок Вот, каждая там расскажет Как она об этом мечтала Мне понравилась, в общем-то Только одна, наверное, из этих участниц Такая блондиночка Я по именам их, естественно, не запомнил Она сказала Примерно завуалированно Сказала, что ей похер Что вести ваши танки Или прогноз погоды Вот, я бы, если делал Какое-то видео-резюме Я бы, наверное, в таком же ключе его оформил Что, типа, мне насрать По большому счёту Что и где вести Лишь бы мне платили На меня дрочили Поэтому, в принципе, могу с удовольствием Вести и ваши танки В том числе А там хрен его знает Может, глазастый продюсер Какой-то заметит Да и Возьмут меня в какой-нибудь ситком Поиграть Или ещё что-то делать Вот Но победит я вангуюсь Мисс Силиконовые губы Как мне показалось Ну Есть у меня такое подозрение То, что эти-то дамочки Они везде как бы и пролезут И победят И в Госдуме посидеть И передачки повести Ну, в общем Про это понятно Значит, переходим К второй вещи Многие, кто играл в Wargaming Заметили, знаете Такую особенность Что, как бы Вроде как Wargaming утверждает Что они не подбирают Не балансируют Никаким образом Составы команд Что это всё происходит случайно Но игроки Как правило Замечают одну Очень странную вещь Мне много раз Об этом писали После моего видео Про критику Wargaming Что бывает так Что в один вечер У тебя идут бои Очень классные Там подряд идут Победы практически Одна за одной А на следующий день У тебя подряд Идут одни сливы То есть И вот такие чередования То есть Не бывает такого Что, ну Вот возьмите Например монетку Да, ну как бы Можете сказать Что да Так это может быть Чистая случайность Вот подбросите монетку Десять раз так Чтобы у вас Десять раз подряд Выпал орёл именно Да, а не решка Или десять раз Решка подряд То есть Как часто у вас Будет происходить Такая череда Выпадения Одной и той же Стороны монетки Как бы непрерывно Ну довольно таки Не очень-то часто Да, постоянно Эта череда Будет прерываться А вот у Wargaming Именно так Что происходит Вот у тебя подряд Победы, победы, победы Потом сливы, сливы, сливы Причём сливов Ещё кажется Что больше чем побед Вот Когда я играл War Thunder Непрерывно Да, целый месяц Там такой фигни не было Там хорошо Я заметил Что проиграл Победил, проиграл Победил примерно Такое чередование Нормальное А там вот именно Как бы Такими обоймами Что очень трудно На глаз подсчитать Больше ты побеждаешь Или больше ты проиграешь Я ещё тогда Начал подозревать Что это механизм Искусственного усреднения Статистики Да, чтобы никто Не выбивался Чтобы там Днища не сползали Ниже 40% Там А нагибаторы Не заползали Выше 60% Да, ну вот Плюс-минус 10% От 50% Вероятности Победителей бы проиграть Вот Это моя теория Зачем она нужна А затем Что если какой-нибудь Алёшечка Заметит Что у него Статистичка Это хуже чем у всех Что он постоянно Проигрывает Потому что Днище сраное Он уйдёт из игры И не будет в неё играть А так мы его Покидали К Днищам Он там попроигрывал Потом начинаем Его кидать К папкам Которые явно победят Чтобы у него Чтобы он Ну почувствовался Победителем Чтобы он тоже Побеждает Угадайте Где я заметил Точно такую же хренотень Внимательно следите За счётом Наверху Посередине экрана Я вот Именно за последние Четыре дня Очень отчётливо Заметил Что вот Позавчера У меня были Одни сливы Я 20 боёв Не мог снять Звёзды Из трёх танков Да Двойной опыт Вчера у меня Был хороший день Шли победы Там 7 раз сыграл 7 раз там выиграл Или 6 Ну очень нормальный Такой день Сегодня вот Было обновление Какое-то Да Но фпс На картах С травой Так и проседает Поэтому не знаю Они там пофиксили Некоторую технику Что-то там Поводили Какой-то улучшайзник Незначительный Но короче Не суть Сегодня опять У меня череда Опять диких Просто диких сливов Причём От техники Это в принципе Не зависит Берёшь Т-72 На котором тащить Практически невозможно Это поражение Берёшь Т-155 Да Премиум танк Третьего левела Который всё время Попадает К топ К вторым левелам Который ещё играть Не умеет То есть на нём Бои тащить Можно И нужно И это реально И осуществимо И всё равно Там набиваешь Тысячу урона Можешь 5 набить Серёжу команду Тебе дадут такую Что это будет слив Кстати Хотите верную Примету Сливного боя Вот если Допустим В бой зашли Видите что У одной из команд Наверху топовый танчик Старше всех На один левел То есть допустим Я зашёл на шестом Танке в бой Да И у нас в команде Есть семёрка Да Седьмого левела А у врага Семёрки нету Это верная примета Что наша команда Проиграет То же самое И у вражеской команды Если все на танках Седьмого левела У врага там Один единственный Т-90 На весь бой То есть Можно быть уверенным Практически на 100% Что проиграют враги И на Т-90 Причём окажется Какой-то рак Причём Эта примета Она не распространяется На премиум технику Да Вот в этой игре В отличии от Wargaming Это наверное Самое ключевое Отличие от Wargaming Что здесь Премиумная техника Всегда попадает в топ То есть там На шестой технике Попадаешь к пятым левелам Да Ну МБТ-70 Это конечно Не касается На своём левеле Довольно неплохо Тащат в нормальных руках Но опять же Надо помнить Что в любом правиле Из любого правила Вернее Бывают исключения Тем временем Бойцы нашей команды Неуклонно тают Собственно Этот матч позора До конца Показывать смысла нет Скажу сразу Что бой закончился Со счётом 15-0 Можете в комментах Написать Заметили ли вы Такую же хрень Или опровергнуть В эту мою теорию Заговор И усреднение статистики Можете кстати Игроки в картошку Подтвердить Что там тоже Такие обоймами сливы Обоймами победы То есть Вот короче Я в этом бою Честно даже до войны Доехать не успел Как у нас полкоманды Слилось Но это карта ещё такая Что здесь На советском ОБТ Очень сложно играть Из-за его Убогого УВН Ему трудно найти Здесь какое-то Нормальное место Поэтому я В замесе практически И не поучаствовал Ну и типа За них ещё был Такой взвод Нагибаторский Из известного Варгименского Клана Но дело-то это не меняет То есть наоборот Это подтверждает Только мою теорию Типа Почему меня не кинули К ним в команду Потому что не мой день сегодня Сегодня не моя очередь Выигрывать Короче Вот такая Фуфляндия Что-нибудь Жмите Чего-нибудь там Пишите И адьё КОНЕЦ 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 КОНЕЦ